19 марта на привокзальной площади Владивостока должен был быть митинг по поводу системы Эроглонас. Об этом автовладельцы договорились еще на прошлой встрече, месяц назад. Однако администрация Приморского края эту идею не одобрила и проводить митинг не разрешила. Сославшись на то, что как раз таки 19 марта на привокзальной площади будут отмечать День подводника, а значит места автовладельцам просто не будет. Несмотря на это представитель одной из политических партий на последнем собрании автовладельцев на авторынке «Зеленый угол» заявил, что несмотря на запрет со стороны администрации, он все равно придет на привокзальную площадь и будет пропагандировать свои идеи по поводу Эроглонас. К этому он призвал и водителей. Подавать нет никакого смысла, они нам не согласуют, нигде. Поэтому лично я 19-го пойду в час дня к Ленину. Правильно, все будем идти. Плакаты, не плакаты, каждый для себя решает сам. Партиец сдержал свое слово и 19 марта он пришел на привокзальную площадь. Его идею поддержали и несколько автомобилистов. Правда, до некоторых пор все шло мирно, никто ничего не выкрикивал и не разворачивал никаких транспарантов. Только потом один из партийцев решил отделиться от других и провести одиночный пикет. Он встал неподалеку, развернул свой транспарант и через несколько минут к нему подъехали сотрудники полиции. И забрали его в отделение. Я провожу одиночный пикет. Вы знаете, что такое одиночный пикет. Убирать полкат – это ваше требование. Нет, я уберу, давайте просто сформулирую. Пройдемте, 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 пройдемте. На каком основании? Площадь занята под другое мероприятие, другой политической силы. А нам отказано. Я считаю, что это все создано искусственно. Неоднократное участие в несанкционированных акциях. Первоначально это 20-30 до 50 тысяч штраф на физическое лицо. Затем, возможно, принудительные работы. Примечательно, что когда противники «Аэроглонас» пришли на привокзальную площадь, здесь не было никаких подводников и никакого праздника не отмечалось. Единственные конкуренты за место были ребята, которые продолжили праздновать воссоединение Крыма с Россией. Этот митинг, к слову, проводился днем ранее. Правда, продолжение праздника согласовали казаки с администрацией Приморского края еще в начале марта. Вчера митинг организовывала администрация Приморского края, насколько я понимаю. А сегодня мы, под эту дату, мы знали, что будет митинг на площади и на Корабельной набережной. Знали о том, что нам надо заявить себе, показать себе, что мы казаки. К слову, некоторые автовладельцы считают, что митинг запретили, потому что заявление о нем подавала как раз та политическая партия, представителя которой увезли с привокзальной площади сотрудники полиции. Некоторые автовладельцы считают, что это просто пиар политической партии, ведь неоднократно ее представители были замечены на улицах Владивостока с провокационными лозунгами. И с такими же высказываниями они выступали на собраниях автомобилистов. Свой же обособленный митинг автовладельцы планируют провести 2 апреля. Они надеются, что им администрация края не откажет. Если власть успеет до этого времени выполнить все то, что от нее просят и обещают, тогда будем разговаривать. Но митинг проведем все равно, будем говорить, чтобы власть работала побыстрее и эффективнее за те деньги, которые налогоплательщик, кстати, дает своими налогами и платит им зарплату. Но пока вопрос с кнопкой «ЭРО» не решен, водители продолжают привлекать внимание властей к этой проблеме любыми возможными способами. В субботу, 18 марта, автовладельцы вышли на одиночные пикеты. У каждого в руках был лозунг по поводу системы «ЭРО ГЛОНАСС». Одиночные пикеты продолжались в течение часа. Если власти после этого никак не отреагируют, то у автолюбителей есть еще несколько идей, как привлечь их внимание к своей проблеме. Может проведем флешмоб? Соберем автолюбителей и напишем надпись из автомобилей «Я против ЭРО ГЛОНАСС». Снимем на квадрокоптер и выложим в сеть. Есть краскомиловая спрей, ей можно на машинах писать, потом легко смывается. То же, как вариант, написать на авто. Сейчас сотрудники таможни до сих пор не выдают ПТС на бэушные иномарки без «ЭРО ГЛОНАСС». Автовладельцы продолжают оплачивать простой своих автомобилей. Таким образом, проблема с кнопкой «ЭРО» до сих пор остается нерешенной. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на восьмом.